В Европе бумагу потребляют все меньше, а объемы ее переработки остаются неизменными. 57 миллионов тонн. Первый мировой рекорд переработки бумаги был достигнут в 2012 году. Тогда обработали 71,2% всей бумаги. К тому времени это казалось лучшим результатом. Но 2013 год превзошел ожидания с отметкой в 71,7%. Несмотря на то, что бумага, как известно, изготавливается из восстанавливаемого ресурса, Европа, к счастью, и не думает отказываться от ее переработки. В регионе даже создан специальный совет по использованию восстановленной бумаги. Газеты в Европе стали читать меньше, и это существенно влияет на общий уровень макулатуры. Ежедневно печатающиеся издания традиционно одни из самых перерабатываемых изделий. И секрет, что сейчас производятся такие сорта бумаги, которые просто не подлежат переработке. 21% бумаги не годятся для вторсырья. С 1998 года в Европе ввели добровольные обязательства по переработке макулатуры. С тех пор эти темпы только растут. В 13 европейских странах уже превышен целевой уровень переработки в 70%, а в 11 государствах этого региона показатель достиг 60%. Основными источниками макулатуры являются сферы торговли и промышленности 50%, жилой фонд 40% и оставшиеся 10% обеспечивают офисы. Отметим, что вопрос переработки бумаги – это сейчас не просто забота об экологии, но и дополнительное сырье, зеленые рабочие места и целая отрасль экономики. Кстати, пока вы смотрели этот материал, в мире было переработано около 100 тонн бумаги по 2 тонны в секунду. Энергоэффективность в школах Казахстана. Несколько лет назад у нас в стране начался международный проект по использованию альтернативных ресурсов и энергии в средних общеобразовательных учебных заведениях. Он позволяет ученикам не только самим найти наиболее удобный вариант использования энергосберегающих технологий, но и внедрить их у себя, а затем увидеть результаты своей работы. По словам руководителя общественного объединения «Экообраз», который непосредственно участвовал в реализации проекта, ребятам удалось доказать, что меры по энергосбережению можно успешно применять и в старых зданиях. Может быть, еще лет 7 назад это было бы, может быть, не все реально сделать. Но школы идут на это, потому что данные проекты им дают возможность лучше освещать помещение, дают возможность детям заниматься в классах, которые энергоэффективны. От того, что плохое освещение, портится зрение элементарно. А если хорошее освещение, то дети прекрасно видят, хорошее освещение доски идет. Поэтому, естественно, что школы от этого получают только положительный, как говорится, результат. Следовательно, естественно, что комфортные условия создаются в школе и видят, что простыми энергоэффективными мероприятиями можно поднимать эффективность зданий. Если энергоэффективность успешна и в старых зданиях, то без новых технологий оно уж точно невозможно. Взять хотя бы, к примеру, вопросы освещения. Если еще несколько лет назад ученые предлагали отказаться от обычных ламп накаливания в пользу энергосберегающих люминесцентных, то сегодня уже появилось множество других видов средств освещения, которые превосходят друг друга и по цене, и по качеству. Вот и сейчас специалисты говорят о том, что на замену люминесцентным, диодным, да и галогеновым лампам придут лампы индукционные. 10 миллионов тенге за 10 лет. Именно такой экономии расходов на электричество можно достичь, если использовать все это время 100 таких лампочек. Расчеты проводили специалисты по индукционным лампам. Они светят за счет электромагнитной индукции в газе, которым заполнена лампа. Присутствует в ней и ртуть, но в отличие от современных ртуть, содержащих ламп, в этих жидкий металл содержится в твердом виде и не несет никакой опасности. Самый привлекательный факт, который отмечают специалисты, долгий срок ее службы. 11 лет индукционная лампа будет светить непрерывно, а если будет включаться периодически, то и все 20 лет. Эта технология, она вобрала в себя, учла, вернее, все недостатки металлогалогеновых ламп, ламп ДРЛ, ламп натриевых ламп. И тем самым появился вот такой продукт, который позволяет не только экономить, но он позволяет дать качественный свет, приятный глазам, не слепящий. При одинаковой освещенности она потребляет на 30-50% меньше электроэнергии, чем металлогалогенная лампа, на 40-60% меньше, чем натриевая лампа и в 10-13 раз эффективнее, чем лампа накаливания. Сейчас в производстве существуют индукционные лампы мощностью от 15 до 300 Вт. И что не менее важно, лампа не реагирует на перепады напряжения в сети, а значит, не будет перегорать. Любые сети на сегодняшний день, они подвержены каким-то перепадам, скачкам и так далее, что негативно влияет на любой продукт, на любой электронный продукт. Здесь же с заводом предусмотрена защита от всех негативных факторов нашей сети и надежность этих устройств, она продумана уже на заводе. Эксперты говорят о том, что в промышленности и на производстве такие лампы будут намного выгоднее остальных. Они имеют высокую светоотдачу и длительный срок службы. К слову, это положительно влияет и на качество производимой продукции, и на безопасность труда работников. Сколько энергии мы потребляем и насколько рационально ее используем? Зная ответы на эти вопросы, можно значительно улучшить состояние с энергоэффективностью на каждом предприятии. А вот получать эту информацию лучше у квалифицированных специалистов. Большое количество энергоаудиторских компаний у нас в стране появились после введения нового закона об энергосбережении. Сейчас в Казахстане работает 51 фирма, специализирующаяся в этом направлении. Именно им каждые 5 лет предстоит обслуживать 12 тысяч предприятий, которые состоят в Государственном энергетическом реестре. Однако сами аудиторы считают эту цифру небольшой, а рынок еще недостаточно насыщенным. Любое здание либо сооружение должно соответствовать нормативным данным. Это главный показатель, который контролируют энергоаудиторы. Каждая деталь любой конструкции, будь то крыша, окна или двери, влияет на показатели энергоэффективности. Особенно это касается домов еще советских времен. Проблемы с энергопотерями в них одни и те же. В основном ограждающие конструкции стен не соответствуют нормативным данным. Тепловые пункты проблемы, то есть автоматизация абсолютно отсутствует. Сами тепловые пункты не соответствуют требованиям. Но даже несмотря на это, достичь хороших показателей можно, если в точности соблюдать все предписания экспертов. Эффективность увеличится на 20%, а если провести в помещении грамотный капитальный ремонт, можно удвоить и этот показатель. 40% это в тех случаях, если будет производиться теплоизоляция стен, то есть самих ограждающих конструкций. Если проводятся только рентабельные мероприятия, то есть мелкие мероприятия, которые не требуют больших затрат, это, допустим, теплоизоляция трубопроводов, осветительные приборы, уплотнение окон, даже без замены окон, то это порядка 15-20%. Для полноценного аудита необходимо много времени. К примеру, разница температур снаружи и внутри помещения должна быть 20 градусов. То есть замеры как минимум нужно проводить в разное время года для получения максимально достоверных данных. А в этом энергоаудиторам помогает целый арсенал приборов. Все приборы, которые находятся на столе, используются для проведения энергоаудита. В первом этапе мы проводим визуальный осмотр, второй этап у нас входят инструментальные замеры, и третий у нас самый заключающий этап, это у нас анализ данных. Самое главное, что у нас прибор, это тепловизор считается, второй у нас прибор качества электроэнергии определяет, там напряжение, имеются ли скачки и так далее. К слову, квалифицированных специалистов, умеющих проводить энергоаудит, у нас еще недостаточно. Хотя, по данным Министерства индустрии и новых технологий, в стране сейчас действует 11 учебных центров по переподготовке и повышению квалификации кадров, которые занимаются их обучением. Это была программа «Зеленая экономика». Смотрите нас в эфире, читайте в Твиттере и комментируйте наше видео на официальном сайте канала 24KZ. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова